Всем привет! С вами Елена Литвинова и в текущем видео мы будем с вами создавать свайп-галереи на чистом CSS. При этом мы будем использовать VGS, TypeScript и React.js. Ну то есть на чистом CSS мы будем создавать свайп-галереи. Ну собственно галерея получится вот такая вот, то есть мы скроллим и картинки останавливаются. Я сразу же замечу, что я использую Apple Mouse, то есть поэтому я могу скроллить горизонтально вполне легко. Ну то есть по факту под капотом здесь горизонтальный скролл. Вот. И если у вас какая-то другая мышь, либо у вас нет трекпада, возможно это будет сложнее. И поэтому нужно просто использовать симулятор, там уже с пальцами будет все отлично работать. Вот. Такую свайп-галерею мы с вами создадим. И конечно же не забываем подписываться на канал, ставить колокольчики, чтобы не пропустить следующие видео. В общем, поехали! И так, для начала нам нужно открыть консоль. И собственно залезть в какую-нибудь папочку, где мы будем создавать продукт. Это у меня будет develop. И создать проект вид. Вид это у нас по факту сборщик, который позволит нам легко, изи, в общем, разрабатывать на реакции, и TypeScript, и не настраивать это все через воппак, и не тратить, в общем, еще дополнительный час, чтобы написать нашу CSS галерею. Итак, идем в папочку develop, npm, create with latest, и называем product name, swipe gallery, YouTube. What is next? Следующее мы выбираем React, TypeScript, и ура, у нас уже почти все готово. В общем, заходим в папочку, и там npm install. И ждем. Вообще, очень долго, конечно, ждем, потому что пока установится пол интернета в этих пакетах, нам нужно времечко. Вот. Ну и вот, пол интернета установлено, мы заходим в эту папочку и делаем запуск. Но предварительно нам нужно установить SASS, потому что мы будем его использовать. И для этого у ВИТ есть специальная команда npm add-d-sass. Собственно, после этого npm run-dev, и запускаем наш проект на 5173 порт. Так, ну, собственно, вот мы что видим, мы очень счастливы. Мы открываем эту папочку в S-коде. Очень так лаконичненько, быстренько, опа, открыли. И, собственно, вот такой проект у нас создался. Очень быстро, с помощью двух буквально команд мы это все получили. Ну, на самом деле, одно. И начинаем чистить проект, потому что мы сейчас создадим собственную небольшую архитектурку, но много файлов нам просто не нужно будет. Поэтому мы удаляем все, что есть в App. Это, кстати, отображается как раз на главной странице. И всякие ее стейты, ненужные, неимпортируемые, лоудеры и все CSS мы просто затираем. В main.js мы удаляем React strict, потому что он вызывает double render, и, в принципе, нам не нужен. Потестируем так. Что дальше? Дальше мы чистим еще какие-то там вот React нам здесь подсвечивает, что не нужен. Index CSS тоже изменяем, потому что стиле мы положим специальную папочку styles, и туда добавим global s-css. Вот. Вот. Ну, а теперь нам нужно, собственно, создать эту папочку styles, и положить туда global s-css, чтобы этот файл у нас вообще существовал, и чтобы не было ошибки. Ну, и что теперь дальше, дальше, дальше. Дальше нам нужно удалить индекс CSS, потому что мы тоже не будем его использовать. И надо просто проверить, что нигде не импортируются лишние файлики, и все действительно хорошо, чтобы не было ошибок. И здесь напишем app, и поехали в браузер проверять. Ура, наше приложение у нас есть app. Так, ну, и что дальше, дальше, это у нас будет галерея, а следовательно нам нужны фотографии. То есть мы заходим в папочку public и кладем туда images. Ну, images я уже заранее приготовила, то есть свои фотки из Норвегии, и в общем мы сюда их кладем. Заранее назвала там, по-ресайзеру, чтобы они были примерно в одинаковых деменшалах. Ну, соответственно, ширина, высота. Вот, у меня это получилось 1700 по ширине примерно, чтобы на ретин-дисплеях и на десктопах выглядело хорошо. Вот, и что? И еще loader.gif добавила, просто нашла какую-то картинку в интернете. Вы, в принципе, вот у меня 220 шириной, то есть вы просто можете поискать на images.yandex или на images.google просто скачать какой-нибудь loader. Мы будем его использовать. Ну, и white.svg мы оставим. Это у нас favicon, если вы хотите какую-то другую, но это нужно просто как-то изменить. Итак, возвращаемся в apt.sx, и давайте здесь начнем нашу некоторую работу. Во-первых, импортируем картинки, то есть для этого мы создадим массив картинок. У каждой картинки имеется URL, в нем у нас картинки 01.jpg, да? И еще у нас имеется description, ну, соответственно, Norway 01. Я сначала думала, может назвать каждое место, но, к сожалению, я вообще уже даже не помню, где итогом они местами были сделаны. Поэтому Norway 01, 02, 03 и так далее. Ну, в общем, у меня картинок 13, поэтому я делаю копию вот этого нашего стартового массива 13 раз. И после этого, в общем, надо их как-то быстренько назвать. В общем, я что делаю? В s-коде я выделяю, потом Command D, либо Control D, если у вас Windows. И потом у меня такой дабл-курсор появляется, и я, собственно, просто переназываю все остальные картинки, типа 8, 9, 10, 11, 12 и вуаля 13. Вот, собственно, 13 картинок у нас есть, Норвегия в 13 местах посещена, и мы приступаем к HTML, ну, точнее, TSX, потому что это не совсем настоящий HTML. Вот, и здесь мы, соответственно, создаем нейтральный элемент div, называем его container, туда кладем swipe gallery заголовок с сердечком, конечно же, ну, куда же уж без этого. Но если писать в галерее, то только с сердечками. Ну, а дальше у нас будет swipe gallery, но давайте сначала мы просто проверим, что у нас что-то там работает. В общем, в этом все. И прочекали, в общем, вроде ошибок нету. И да, ну, вроде отображается наш заголовок и нейтральный элемент. И дальше мы сюда кладем swipe gallery. То есть это у нас будет компонента. Чем реально классен React, что каждая компонента может быть, как, знаете, отдельная библиотечка. То есть если раньше мы писали там на jQuery, на JavaScript, создавали классы, допустим, то в React у вас библиотекой может являться компонент. И в нее мы передаем images, мы можем передать какие-то опции, ну, пропсы они называются, как у нас галерея будет отображаться. И эту компонент мы можем использовать, ну, на одной странице, либо на нескольких кучу миллионов раз. Так вот, мы импортируем эту swipe gallery. И для этого нам нужно создать папочку components и, собственно, создать эту компоненту. Внутри нее мы создаем папочку swipe gallery. И внутри индекс tsex и индекс sss. Ну, собственно, поэтому мы не перечисляем никаких названий. Индекс импортируется автоматически. Вот, собственно, вот так. Импортировали, но теперь нам нужно здесь что-то создать, потому что если мы сейчас сохраним app tsex и зайдем в нашу консоль, то, ну, во-первых, в браузер ничего не отображается, а в консоли отображается oops, oops. В общем, swipe gallery не найден. Поэтому нам здесь нужно в индекс tsex создать компоненту. По факту просто функцию export const swipe gallery и функция, пропсами которой являются картинки. И сюда мы еще передадим вот эти пропсы. Ну, если рассуждать в терминологии функции, то это просто функция, на вход которой передается объект, в котором содержатся картинки. Но это у нас react-компонент, то есть поэтому я называю пропсами. Вот, ну, а внутри мы создаем нашу галерею, классный gallery. И, ну что, а внутри swipe gallery. Скоро создадим больше элементов там. Вот, ну, теперь давайте опишем наши swipe gallery props, что там, собственно, содержится. Вот тут у нас на сцену выходит typescript. Значит, в нем у нас есть картинки, которые представляют собой объект из url string и description string. Оба эти в поле обязательны. Ну, и, собственно, это массив. Ну, сохраняем. Точнее, не совсем еще сохраняем. А импортируем индекс с css, чтобы подключить стили. Нас там еще нет никаких стилей, но скоро появится. Ну, собственно, теперь мы все сохраняем. И когда мы идем в браузер, перезагружаем страницу, все, у нас все работает. И мы можем даже проверить, что это точно эта компонента подгружается. То есть, да, это она. Так, ну и что дальше? Дальше давайте приступим к оформлению global sss, то есть оформим основной контейнер, а потом поработаем со swipe gallery. Что? Сначала подключим фонд робота. В общем, не знаю, почему я решила для заголовка использовать обязательно отдельный шрифт. И, в общем, я решила импортировать все возможные начертания. Ну, как основные популярные. То есть, это 300 ширина, 400, который normal добавить. 500, потом 500 и 700. Ну, то есть, все самые популярные начертания, которые могут, в принципе, пригодиться на любом веб-сайте. И вот мы их импортируем. Хотя, на самом деле, у меня не используются каких-то шрифтов и типографики толком. Только H1, а это начертания 700. Но, в любом случае, почему-то я все время люблю импортировать шрифты. И вот, и мы что делаем? Берем баде. Там у нас 14 пикселей робота Sans Serif. Ну, то есть, это у нас наше направление. Какое направление? В общем, семейство без засечек. Вот, Minhek ставим 100 вещь на баде. Ну, так как у нас, в принципе, как-то там галерея, вот это вот все, я решила, типа, не заморачиваться и просто поставить 100 вещь, чтобы она была, типа, как фуллскрин. Вот, делаем небольшой ресет, Margin 0, Padding 0, потому что они там есть по умолчанию. Проверяем наши HTML, что же у нас тут есть. Ну, собственно, галерея, есть какой-то отступ сверху, но это, на самом деле, заголовок. У него там есть маржины сверху и снизу по умолчанию. У нас нету здесь никакого ресет-стиля, поэтому нам просто придется это потереть вручную. Ну, собственно, вот, устанавливаем еще некоторые стили у рута, потом контейнер, Padding ему задаем, говорим, что Box Siding Border Box, то есть Padding входит в высоту, высоту сдаем 100%, и Display Grid, ну, просто чтобы сделать такую сеточку удобную, Grid Template Row с Auto и 1FR, то есть заголовок у нас будет, ну, какой он там есть, занимать, и все остальное будет, короче, галерея. И H1 Margin 0,0,20 пикселей снизу. Вот. Ну, и Text Align Center, чтобы было, ну, может быть, красиво. Не знаю. Ну, смотрится так лучше, чем сбоку где-то. Вот. Но, тем не менее, как мы видим, сетка у нас все равно какая-то маленькая, то есть под 100% по ощущениям ничего как-то не расширилось. И для этого что сделаем? Ну, поставим здесь то вещь у рута, и как-то все расширилось отлично. Ну, все. То есть вот у нас здесь такая необычайная, великолепная, прекрасная галерея. И здесь можно, кстати, подумать о сетке, потому что я поставила Margin Bottom у заголовка, но если мы используем Grid, то, в принципе, можно поставить Gap между ними. То есть это будет, наверное, более такое красивое сеточное решение, и выглядеть даже по сетке будет довольно приятно. Ну, собственно, вот, порешали. И что теперь дальше? То есть Global CSS у нас в целом готов, вот этот контейнер решен. Теперь давайте заходим в Swipe Gallery и поработаем с ней. Что у нас есть в Swipe Gallery? То есть у нас есть основной контейнер галереи. В ней у нас будет Gallery Container, собственно, в котором будут располагаться все фоточки. И мы по ним с вами как-то, ну, пробегаемся, то есть берем каждую фотографию, ее индекс, и что, и рисуем каждый айтем. Собственно, возможно, кстати, прямо в Wrapper Gallery Container не так, чтобы очень нужен, потому что мы будем использовать по факту горизонтальный скролл, но сделаем так, чтобы он работал хорошо с помощью специальных CSS-свойств. Ну, правильно, как у галереи, вот там с остановками. Вот. А также внутри каждой картинки нам нужен Gallery Container Item. У него мы с вами зададим как раз вот этот лоудинг, гифочку. Я, кстати, думала использовать анимационный какой-нибудь гиф, то есть нарисованный, но обычно, когда есть анимационные гифки, они довольно много по памяти кушают. Я решила просто взять картинку. Вот. И просто если картинка еще не загружена, пользователь будет видеть лоудинг. А в имидже мы поставим лоудинг лэйзи, то есть он будет, картинка будет загружаться только тогда, когда она во вьюпорт попадет, то есть в область видимости. И что дальше? Ну, собственно, HTML у нас готов. Вот. И теперь нам нужно что? Посмотреть в браузере, как это все выглядит. Вся наша Норвегия просто замечательно расходует фотографические ресурсы нашего браузера. И, в общем, идем в CSS и там добавляем... У нас есть, соответственно, гэллери. То есть чем я люблю SCSS? Ну, вообще вот этот SAS, то, что можно амперсанты использовать и не повторять постоянно название классов. То есть потом это все трансформируется просто в чистые классы. Ну, в общем, что, у галереи ставим MaxHealth 100% и Width 100% тоже поставим. Хотя, думаю, что это не совсем здесь нужно. Нам для горизонтального скроллинга нужно сказать, что ты 100%. В общем, устанавливаем также высоту. И вот здесь, я думаю, что, кстати, с высотой можно немножко получше поработать, потому что у нас есть контейнер снаружи, который задает высоту, в которую мы положим галерею. По факту не очень хорошо, что наша галерея изначально уже задает какую-то высоту внутри. То есть это же как бы библиотечка. Круто было бы, если мы... У нас есть некоторая галерея, и мы куда бы ее не встроили, она подстраивается под размеры внешнего контейнера. Но это, кстати, можете поиграться как домашнее задание. Как же такое сделать с помощью CSS? В общем, такая задача вам. Вот, ну, мы продолжаем проверять нашу сетку, которая у нас остановилась. То есть вот у нас есть контейнер, у нас есть исключительная высота для этого контейнера. Минус 110 пикселей, я думаю, такая высота нашей шапочки. То есть вот этого заголовка и 20 пикселей. Но вы проверьте на всякий случай, что я тут не наврала, но должно быть так. Потом, что мы делаем? Картинку нужно ее поставить Max with Max Height, чтобы она не выпендривалась. Вот, ну, то есть все, по ширине она встала хорошо, и нету горизонтального скроллинга. Вот, это замечательно. Замечательно, то есть уже не бесит. И Object Fit Fill, это для того, что если картинка будет иметь вдруг неправильные пропорции, Object Fit Fill поправит их правильно, в общем. После этого в контейнер мы устанавливаем Overflow X Auto, то есть у нас будет Scroll. Position Relative, который я толком здесь вообще не использую, он не нужен, только если вы туда какие-то элементы напихаете. Но, тем не менее, ладно, написала зачем там. Вот, Scroll Snap Type. И вот наше основное свойство, которое позволяет нам сделать эту как раз галерею, потому что Scroll Snap Type это как раз одно из новых свойств, которое уже довольно хорошо поддерживается и позволяет создавать такие классные свайп-эффекты, когда остановка на фотографии происходит. И мы берем X Mandatory, Display Flex, чтобы все картинки рядышком встали, и скрываем наш Scroll. То есть его нужно просто, скажем, убить, чтобы никто ничего не заподозрил, что это у нас, мы сами там написали удивительную технологию, не Pointer Events, но вот, поэтому мы его скрываем. Потом нам нужно взять айтемы у контейнера, поэтому я пишу ampersand в контейнере, то есть это все будет преобразовываться. Собственно, поэтому я только использую SAS. Дальше у нас Mean Width 100%, Height мы тоже такую же берем для каждого айтема. Text Align Center, там у нас фоточки отцентрируются, каждая фотография это Display Inline Block. Поэтому вот. И смотрите, у нас уже получилась галерея, но это просто какой-то горизонтальный скрытый Scroll, который не особо работает. Если мы его скроем, то мы с вами увидим этот Scroll. То есть вот он. И в целом, ну, работает нормально. Вот, что дальше. А дальше мы можем скроллить. Мы скрыли вновь этот Scroll. И нам нужно сказать Scroll Snap Start. Snap Align Start. И как раз это свойство позволит нам делать вот такие, знаете, когда вы останавливаете скролл, то он перелистывает к стартовой позиции, в общем, каждого айтема. И это работает хорошо. Scroll Snap Stop. Я чуть позже объясню, что это значит и зачем это нужно. Но предварительно давайте еще поставим Background каждому айтему. Это как раз и будет этот Loading .gif, который по центру мы поставим, значит, и No Repeat желательно. Вот, ну и Background Size мы тоже поставим, чтобы он тоже не был там миллион процентов, хотя 50% на 50%. Ух, мы сейчас увидим шедевр. А, и Image Visibility Hidden тоже сделаем. Ну, конечно же, шедевр мы с вами увидели. В общем, 50 пикселей на 50 пикселей поставим, и это будет более приятно выглядеть. Ну, все, шикардос. То есть у нас теперь есть такие свайповые галерейчка. И здесь, в общем, как вы заметили, вот смотрите, если я удаляю Line, то у меня типа обычный скролл. Если я его возвращаю, и у меня, смотрите, видите, постоянно остановка при скролле на каком-то айтеме. Ну, я сейчас удалю этот Visibility Hidden у картинок, и вот каждый раз, как бы я ни скроллила, у меня остановка на начале каждого айтема происходит. И вот это вот как раз вот тот самый офигенный эффект. А скролл Snap a Line зачем нужен? Собственно, ну... То есть, a line stop. Если его нет, то смотрите, я могу скроллить так, и прям 10 фоток проскроллить. Очень чувствительный скролл. А так, с Always Stop я могу только одну проскроллить. И это говорит о том, что скролл у нас перестает быть слишком чувствительным. Ну и, собственно, вот так. Что дальше? Ну, собственно, на самом деле все. То есть, наша галерея готова, она останавливается, она на чистом, абсолютном CSS. Вот так. Из таких вещей, которые еще можно на самом деле добавить, это навигация, это каунтер, это еще какие-нибудь точки. Ну, вообще много чего можно подобавить. Но я же обещала написать на чистом CSS, на TypeScript, React и так далее. Ну, в общем, вот. Надеюсь, классная галерея получилась. И, в целом, ну, так-то немного кодов вышло, даже при том, что мы использовали React. Вот так вот. Вот. И на этом все. Не забываем подписываться на канал, ставить колокольчики, пальчики вверх. И увидимся в следующем видео. С вами была Елена Литвинова. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры.